Всем привет, вы на канале Наша Жизнь в Америке, New Life is my life. И сегодня мы продолжаем распаковку обуви. Что, вы такие счастливые? Мы видели, как почтоден заносил наши карабасы. Мы ехали мимо и видели, как он стоял с этой горой. Но там, правда, еще и другие коробки были, потому что все получали. Это забавка. У него было больше коробок, но мы уже знали, что нам что-то приехало. Коробки закончились, пошли пакеты. Да, коробки закончились, часть прислали в пакетах. Аккуратно только разрезаем. В общем, это все та же обувь, которую Маришка заказывала на шоплевые. Замшевые полуботинки, полуступки. Вау! Посмотри, как красно получилось. Почему они, которые за доллар получились? Вторые другого цвета получились, классно. Значит, смотрите, вот это одна пара, все тот же шестой размер. Цена как будто 29, но мы покупали их, вы видели, зачем покупали, да? За 11-12 я не помню. Так, это черный замшик. И вторые, которые должны, вернее, которые стоят доллар в рамках этой акции. И должны были быть такие же, но они пришли. Они пришли коричневые, но мы на самом деле цвет не выбирали. Нет, ну там черные мы брали, наверное. Да, я выбирала этих, я имела ввиду, что второй пары я не выбирала. То есть, вот, цена была 29, мы купили там что-то в пределах 15, одну пару, и вторая пара получилась за доллар. Угу. Ну что, давай смотрим, что в других карабасах, а потом будем уже... Ну вот. Ну, свет у вас, видите, немножко вот так вот, он получается натуральный. Потому что для того, чтобы снимать нормально, чтобы Маришку было видно и прочее, у нас и искусственный свет получается, и естественный, солнце. И когда в камеру попадает, что-то твое лицо выражает непонятно. Да, потому что я как-то так... Какой-то набор короче обуви в коробке. Почему-то они прислали без этих самых, без коробок. Так, вот такие вот сапади. Еще ботиночки. На искусственном метро, как говорится. Так, что у нас внутри. И еще ботиночки. Внутри просто подкладочка. Просто подкладочная ткань. Эти сапади у нас. Ну, в общем, все цены вы можете посмотреть в том ролике. Потому что здесь стоят цены розничные, по которым они продавались, не в рамках акции. Так. Вот такие вот ботиночки. Ну, я не скажу как-то так. К ним немножко отношусь. Так не приведешь. Да? Да. А тебе они нравятся? Ну, это самое главное. Значит, таких у нас получается две пары. Да, и они вот один. Это те, которые еще одни... Что я задумываю, показываю? Которые пришли в рамках этой акции. Купи одни и вторые. Купи одну пару и получи вторую за доллар. В общем, они у нас что? Кожаные. Внутри просто синтепончик. Ну, давай не стесняйся, что у нас во второй коробке. А, хорошо. В общем, сегодня мы уже можем спокойно открывать магазин продажи обуви на дому. Можем, но не будем. Это у нас... Нет, но мы же решили вторые пары выставить на... Есть такое приложение OfferBuy, где можно продавать. Ну, которые одинаковые. Да, и мы одинаковые хотим поставить за полторы цены... За полторы... За три! Хотим поставить за пол цены. А здесь в коробке и еще одна коробка. Ну, эти видишь, нормально в коробке прислали. Непонятно, почему эти без коробки. О-о-о! Вот это мне нравится. Это то, что я выбрал. Что значит, ты выбрал? Я выбрал. Ну, это я выбрал цвет. Немножко цветом огорчена. Нормальный, хороший, бежевый цвет, но он... Он под розовым. Он немножко розовым отдает. Вот вам трудно передать на камеру этот цвет. Ну, шикарная замша. Зай, ну, я вот все-таки ожидала, что будет более песочный цвет, понимаешь? Я понял, я понял. Но мне все равно нравится. Немножко, да, я... Очень они классные, очень классные. Это что у нас получается? Все. Летние ботинки. Это летние ботинки. Так, здесь сейчас... Очень весенние. На какую это у нас погоду? На пляж? На нашу зиму. Да. На нашу зиму? Да. На нашу зиму. На нашу зиму чайной дизайн. Это... Шесть пар и там три, все, все девять пар пришли. Две, четыре, пять, шесть. Девять пар. Девять пар. Счастливый обладатель. Значит, мы поставим в продажу вот эти. Одну пару серую оттуда. И вот здесь... И вот здесь они разные. И черный, и коричневый ты себе ставишь. То есть продавать будем две пары. Купим две пары и продадим две пары по пол цены и купим еще одну пару. Да. Ну все, вот такой был маленький распаковочный влог. Короче, все это куплено в рамках какой-то акции, которую проводил магазин Shop.ua, на которую я подписан как партнер Uber. Подписывайтесь. И собирайте бонусы. И балуйте своих любимых сапогами. Пока-пока. Вы были на канале. Наша жизнь в Америке. My life is my life. Увидимся. На примерке первая пара. Вот эти мне вообще больше всех понравились. Просто они идеальны. Они суперские. Тебе, говорю, все понравились. Ну конечно. Давай, что там следует. Модель осенне-зимняя очень закрытая. Ну, вы знаете, в общем, когда я их увидел просто так, они мне вообще не понравились. Они тебе понравились? Они мне и в магазине в этом экране не нравились. Но вот когда Морюшка одела на ногу, они стали смотреться гораздо лучше и интереснее. И что по размеру, скажи, вот тот шестой размер сел на ногу. Хорошо. Этот шестой размер мне немножко на капроновый носочек немножко свободноват. Ну, как я и говорила, что у меня обувь от пятого с половиной. Короче, это шестерка плавает. Ее можно носить на теплый носок зимой. Ну, на какой теплый? Не на теплый, а на такой. Ну, на носочек. На носочек обычно. Давай еще у тебя замшевые. И когда у детей будет Crazy Sucks Day, а это будет буквально на следующей неделе. Завтра. Это завтра. В общем, Морюшка может вот так вот выступить красиво. Один ботинок у нее будет такой, другой такой. Абсолютно одна и та же модель. Погнали. Сегодня Морец и Валя. Доктор Систэй и Crazy Sucks Day. Это значит день? Разных носков. Сумасшедших носков. У меня красные и желтые. Так. А Антошки? У меня один маленький и один низкий. Один высокий, один низкий. У меня пленки. А у меня? Да. Что надо делать? Да. Вот такой вот веселый день. Ну что, погнали в школу? Да. Погнали. Да. Вот такие вот веселые носки. Эта девочка пошла дальше всех. У нее даже на голове носочки. Какое ощущение? По моим ощущениям, коричневый гораздо плотнее, чем черный. Ну вот нужно, ну как такое может быть, если одна и та же фирма, одна и та же модель и все остальное. Ну понятно. Переходим к высоким. Ну и последняя модель. Сапоги кожаные, модные, молодежные. Покрутись, повертись. Ну вот такие. Сколько их оригинальная цена там стоит? Упс. Упс. 39,99. Покупались где-то наверное за... 14, по-моему. Ну в общем, если кому-то интересно предыдущий влог, гляньте. Где-то за пол цены. Так я не поняла, где доставочные бумажки? Там же тоже будут купоны опять на 10 долларов носки. Так нету. Не, есть. А, поруешься? Так давай поруйся, посмотри. У нас там есть два купона по 10 долларов. Короче, я так понял, что у нас обувь может не закончиться в этом году. Возьми уже ножичком аккуратно. Купон 10 долларов. На следующую покупку. Давай. 30. 30 у меня уже есть. А ничего, я уже в корзину на 78 наложил. Ну, зая, я думаю, они на всех. Ну, отрывай, убедимся уже. Так, чтобы не пропало, как говорится. А то сейчас коробки бросим. Орви их. Не в буквальном смысле. Я сказал. Я не вижу. А здесь нет. Вот видишь? Развенимые. Нет, вот маленьким написано. Да? Если использовать. Поехали дальше. Да. Итого получилось. Блин, так получается, если бы нам они не ложили по 10 пар в одну коробку, то мы бы могли больше купонов получить. Они сэкономили? Да. Если бы были меньшие коробки, то можно было бы больше купонов получить. Правильно? Угу. Ну, тем не менее, с 9 пар, со 100 долларов, получается, 50 долларов еще дали скидку купонов. Угу. Получается, там я сколько, 30 типа я насчитала, да? Там 30, так тогда 60 получилось. А, нет, здесь 20, наверное. 20 и здесь 50 получается. 50 долларов. Ну, вот какой-то такой интересный бизнес. Получается, мы набрали на 100 с небольшим. Угу. Там, я не помню. Ну, там налог, небольшая доставка, 2 пары за доллар. Грубо говоря, мы взяли за доллар 9 пар и еще получили 50 долларов. То есть, если ты хорошо попадешь и купишь еще там по акции 2 пары за доллар, то еще можно 5 пар. Гардероб к этому не готов. В общем, что мне больше всего нравится вообще вот в распродажах, в сезонных распродажах в Америке, но это же получается сезонная распродажа, правильно? Да. То, что вот эта обувь стоит 49,99, когда стоит в магазине. Когда приходит на нее не сезон, вы видели, мы ее покупали где-то порядка 15 долларов. Ну, я сейчас просто не вспомню. И получив ее, мы же вот это в отдельной коробке получили. Да. И мы еще получили 10 долларов. Купон. Купон, чтобы купить следующую пару. Ну, это ли не... Счастье для шапоголи. Ну, это ли не какая-то, я не знаю... Ну, как это назвать? Халяла какая-то, блин, ну просто ну... Ну, почему так торговля не работает в Беларуси? Ну, потому что не сможет так торговля работать в Беларуси. Потому что, скажу вам, есть такой в Минске, есть магазин ЦУМ, да? ЦУМ, который возле Комаровки. Так вот, когда я родила... Нет, возле Комаровки не... Да, ЦУМ. Ну, ЦУМ. Когда у нас родился Антоша... Или ГУМ. ЦУМ, ГУМ, он возле Палаца Республики. Когда у нас родился Антоша, ЦУМ – это центральный универсал Минска. Я ходила и выбирала себе... Универсальный магазин, наверное. Магазин, да? Универсальный магазин. А не универсальный? А не универнак Минска? Универ... Нет, не Минска, только просто магазин, мне кажется. Ну, может быть. Ну, в общем... Я ему новое название, значит, дала, а то они давно с этим названием живут. Так, в общем, я покупала там платье. Красивое. Все туда-сюда. И дело в том, что, когда у нас родилась Катарина, я его видела снова там же. За те же деньги? Я не буду врать про цену. Но я просто увидела ткань, фасон. Ну, вот как будто мой сарафан повесили обратно. А лет прошло на тот момент уже больше, чем два года. Потому что, ну, я помню, что мы уже с Катариной не просто на руках были, а гуляли как бы все. А оно не будет так работать. То есть фишка в том, что, грубо говоря, если сегодня вот эту обувь они не продадут. Они ее не продали за 49, и если сегодня они с купонами ее не продадут за 15, то завтра она может попасть в Google. Кто видел ролик из Соловейшин Армии, там где много-много новой обуви, которая там за какие-то маленькие деньги. По 4 долларов, по 5 мы показывали. Там, где майки из Дисней магазина были по 4,99. Это просто уйдет туда. И хорошо, если она там продастся, потому что она может быть и там не продана, и тогда чтоб под нож на переработку. Нет, я скорее всего попаду в подобную организацию, как в Центр Надежды, и там, где будут продолжаться разбираться. Ну, возможно, да. Или, в принципе, сам Сирс, по-моему, этот магазин, эти обувь из Сирса, да? Ну, я на ценники не вижу. Возможно, может ли сам магазин исключить промежуточное звено? Ну, как в Соловейшин Армии и Гудву, и сразу же поставим их в Центр, которые занимаются для руководителей. О Центре мы обязательно расскажем в отдельном видео. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Всем хорошего настроения. Пока-пока. 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 Мюллирт-зеленовые. Пока-пока. Продолжение следует...